Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 3 сентября 2015 года. Я хочу поговорить с вами не о том, что в Киеве горит немножечко леса в дарницком хозяйстве. С этим, я думаю, справятся журналисты или общественные лидеры, которые следят за событиями, снимают фильмы, высказывают свое мнение. Я хочу с вами поговорить сейчас о ситуации, реальной ситуации в Европе, сейчас пока не будем трогать всю Америку, латинскую, северную, о реальной ситуации в Европе и миграционных и эмиграционных процессах, которые там происходят. Чем это вызвано? На самом деле, когда ты не наблюдаешь и не живешь в стране Европейской или Великобритании, издалека, из Украины, из других стран, кажется, вот как круто живут люди. У них классные пенсии, у них классный уровень жизни. Натолкнуло меня на мысль сделать акцентировку на проблемах эмигрантов, на проблемах эмиграции или на ситуации с переселенцами, с мигрантами. То есть вся Европа пришла сейчас в движение, связанное с североафриканскими войнами, с появлением ИГИЛа и другие всякие такие варианты. Все это привело, все эти последние изменения нескольких последних лет, ситуация в Украине, привело к тому, что огромные массы людей начали ерзаться по Европе с угла в угол. И все, что происходит, к сожалению, наталкивает на очень грустные мысли. И еще причиной послужило то, что мне сбросили ссылку на один дневник женщины, которая долго прожила в Германии. И я бы хотел, может быть, даже в этой передаче, зачитать некоторые выдержки из этого дневника. А сейчас я вас приглашаю посмотреть некоторые отрывки фильмов, которые я нашел на ютубе в связи с эмиграционной ситуацией. То есть я решил показать Испанию, я решил показать Германию. Такие маленькие, небольшие нарезки о реальном положении вещей. И будущем Европы, которая, в общем-то, просматривается с трудом даже через киевские пожары и через украинские проблемы. Европа находится на грани большого глобального переформатирования. Этот фильм от 6 июля 2012 года. Тогда еще не было Брейвика. Вот смотрите, как арабские эмигранты ведут себя на территории Швеции. И что там происходит. Поэтому появится еще не один Брейвик. Я специально взял, записал этот фильм для того, чтобы посмотрели, что происходит в Швеции. Посмотрим дальше. То есть задержан, полиция задержала кого-то. И вот сейчас смотрите, как атакуют эмигранты. Легальные, нелегальные, неважно. Атакуют полицейских. Это вообще тяжело себе представить. Но вместе с тем Европа находится в страшном и ужасном нашествии. И все это вытворяют продажные политики, которые делают то, что делают. Европа искусственно вгоняется в тоскливую ситуацию. В 2012 году еще не было никакой Украины. Не было еще ничего того, что происходит сейчас. Поэтому неудивительно, что одни расстреливают других. Появляются нацисты, националисты. Вот Брейвик готовится еще где-то. Все это будет по нарастающее возрастать. Для того, чтобы усилить конфликт между аборигенами Европы. И теми, кто стремится в Европу попасть на лучшую жизнь. К этим картинкам нужно привыкать. Когда одни, которые попросились на чашку чая, начинают выгонять из дома хозяина. Вот смотрите, это все мусульманская коммуниза. В Швеции. Поэтому недалеко за горами, когда на смену продажным правительствам придет какой-то радикал. То ли с одной стороны, то ли с другой. Который, естественно, ничего хорошего. В спокойствии и будущее. Право это право. Африканец объясняет, что они имеют право находиться в Германии. Что они имеют такое же право, как и все остальные, находиться там, в Германии. Им это нравится. Это хорошая страна. Крутая страна. И они приехали туда для того, чтобы там жить. И они имеют права. Все для этого. Я не расист, но я скоро стану расистом. Поразительно, что какой-то немец еще их поддерживает. Ну, в принципе, нормально. Люди могут иметь право жить там, где жить. А вот я знаю, что украинцев палками выгоняли из Германии, которые нелегальными приехали туда. Ну, надо быть большой толпой, наглой. И они также будут кричать, что они не звери. Ну, в принципе, они не звери. Ничего страшного. Но Германия постепенно превращается в страну, очень уютную для жизни. Точно так же, когда-то, сотню лет назад, белые люди построили Южноафриканскую республику. В богатую страну приехали вот такие, которые имеют право жить там. И постепенно ее превратили в то, что превратили. Вот смотрите, все эти фильмы в моем плейлисте «Эмиграция в Европу». Смотрите за тем, что там находится. Очень интересно. Вот это все ждет нас, тех, которые находятся в Европе. Ну, не всех, конечно, где-то спокойнее, где-то уютнее. Но надо знать, что там это происходит. После, я уже сказал, североафриканских войн, которые были, там развинуты барьеры, которые создавали эти правительства для того, чтобы народ с Африки не хлынул в Европу, пали. И все устремились, все имеют право жить там, где жить хорошо. Это с канала, вот вы видите, неделю назад проблемы в Испании. Сенегальцы протестуют по поводу того, что убили одного сенегальца за какие-то там грызню с полицией. А сейчас хотят заполнить Европу африканцами, сейчас проблемы в Германии, в Испании, в Италии, в Португалии, везде. То есть народ заходит в страну и требует хороших условий жизни. Я вам со временем зачитаю интересное очень, очень интересное наблюдение одной женщины, которая прожила в Германии довольно долго. Нелегальные мигранты показывают с Африки, показывают в каких они условиях живут. Вот вы видите, канал, который снят, и легальные мигранты требуют лучших условий жизни. Как правило, после ряда переворотов в Северной Африке, миллионы и миллионы мигрантов устремились в Европу. Лучшие условия, пользуются моментом, показывают в каких условиях они живут. Вот смотрите, вы все эмигрируете в Европу, все эмигрируете, хотите эмигрировать в Германию, Францию. Вот эти люди туда тоже хотят эмигрировать, имеют точно такие же права, как и были. После просмотра вот этих маленьких фильмов, кусочков, это лишь маленькая-маленькая верхушечка айсберга, действительно, того происходящего в Европе. Процессы наиболее сложные, процессы очень понятные. То руководство Европейского Союза, которое декларировало при создании Европейского Союза благие, красивые цели, обещало достойный уровень жизни. Все вы знаете, что все страны, вошедшие в Евросоюз, стали попросту окраинными землями, в которых позакрывались предприятия, производства, атомные станции. Огромное количество людей, веря в то, что войдя в Евросоюз, они останутся в своих родных домивках, будут жить в своих государствах и за свою работу будут получать другую зарплату, пенсию, получат нормальный уровень жизни. На самом деле вынуждены ехать в более богатые страны Евросоюза для того, чтобы поддержать на плаву оставшихся на своих родинах близких родственников, старичков, детей. На самом деле ситуация в Евросоюзе просто плачевная. Евросоюз призван сформировать новую платформу, новый плацдарм будущего нападения, будущей войны с нарождающейся Российской империей. Империя называет почему? Потому что, осознавая то, какую участь уготовила Россия верхушка управления Европой, ну может быть не только Европой. И видя это на примере Украины, люди начинают отдавать себе отчет, что задаются желанием, наверное, воссоздать в каком-то другом виде или Российскую империю, или мощь Советского Союза для того, чтобы оградить себя от будущих проблем, которые так или иначе придут вместе с так называемой демократией. Ко всему прочему, лидеры ИГИЛа заявляют, что получение власти на территории Европы, на территории современного Евросоюза, это только лишь вопрос времени. Ведь толпы радикально настроенных молодых людей заселяют Европу, и когда они ее обглодают до тла, когда они ее сгрызут в корень, им ничего не останется другого, как всем скопом навалиться на то, что еще осталось на территории Российской империи. И это, пожалуй, будет самая последняя, самая страшная война, которой толкают мир безумные, безмозглые правители, которые считают, что война – это двигатель прогресса. Но это ихнее заблуждение, потому что в следующей, в последней войне ни богатый, ни бедный не найдет себе спокойствия. И я верю и уверен, что ни один бункер не спасет при жизни, не оставит при жизни ни одно обезумевшее животное, которое стремится получить тотальную власть над землей. Я, как всегда, призываю – думайте сами, решайте сами, быть или не быть. Быть жизнью на земле и остановить эту распространяющуюся заразу или читайте «Апокалипсис». С вами был Константин Перегуда, канал «Конпери». Подписывайтесь, задавайте вопросы, будьте активны!